Здравствуйте, у микрофона Наталья Тарасова. Сегодня мы будем говорить о музыке. Не бойтесь, я уверена, что это дело будет интересным. В нашей студии молодые, современные, авангардные люди, которые меняют культурную картину нашей страны. Я уверена, что не только нашей. Мы собрались в преддверии концерта в Ростовской филармонии в программе произведения трёх композиторов. Имена двух из них хорошо известны. Имя третьего, возможно, известно не всем, но тем интереснее, потому что мы будем говорить о нём. Мало того, мы будем говорить сегодня с ним. В нашей студии Алексей Ретинский, композитор Звены, абсолютно потрясающий композитор. Это совершенно другая категория музыки, сказал о нём Теодор Курензис. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Сочинение Алексея Ретинского «Депрофундис» исполнит 2 марта Ростовский академический симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина. Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра сегодня у нас. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Ну и солировать в этой программе будет виолончелист, лауреат конкурса имени Чайковского, участник проекта «Звёзды XXI века» Александр Рам. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Алексей Ретинский и его произведение «Депрофундис» здесь, в Ростове, в рамках международного фестиваля «Другое пространство». Оркестр будет исполнять это произведение в программе «Бетховен плюс», то есть будет звучать произведение Бетховена, будет звучать произведение Прокофьева и произведение Ретинского. Валентин, вы ставите в один ряд этих композиторов, звучит славно, уху приятно, и совершенно понятно, что это не просто перечисление композиторов, этих людей, этих личностей связывает что-то гораздо более важное, чем написание музыки, вот проведите эту параллель. Ну, я, видимо, снижу, наверное, градус разговора, потому что скажу, что, в принципе, не так уж много их связывает. Объясню, почему программа выстроилась так. Во-первых, у Ростовского симфонического оркестра идёт третий сезон абонемента «Бетховен плюс», в рамках которого мы исполняем все симфонии Бетховена и некоторые не по одному разу. Вот, и это очень важный проект и для города, и для нашего оркестра, потому что оркестр давно не погружался в музыку Бетховена столь глубоко и столь исследовательски, я бы сказал. Идея абонемента в самом начале была не монография, не играть только Бетховена, хотя вполне у него огромное количество музыки, вполне набралось бы и тоже было бы прекрасно. Но исполнять Бетховена, а также композиторов, которые повлияли на Бетховена, как, например, Сальери, как это было, или Моцарт, или Гайдена, либо композиторов, на которых повлиял Бетховен. И тут это довольно беспроигрышный ход, потому что Бетховен повлиял, в общем-то, на всю историю музыки. И в данном случае прямых параллелей не так много, хотя надо сказать, что, если мы почитаем дневники Сергея Сергеевича Прокофьева, можно с уверенностью сказать, что Бетховен – это один из немногих композиторов, которые для Прокофьева были поверх обсуждений и критики. Всем известен его острый язык. Он не только критиковал, но просто уничтожал некоторых композиторов, которых мы считаем великими. Неважно, сегодня не об этом, но Бетховена он, как и Стравинский, ценил чрезвычайно высоко. Когда я начал руководить ростовским оркестром, мы играли много Прокофьева, особенно в первый сезон. Это была и Пятая симфония, и Вторая симфония, и несколько концертов, и Ромео Джульетта в концертном исполнении. Сейчас его стало меньше, что мне очень жаль, потому что вообще в моей жизни Прокофьев играет один из магистральных композиторов. И должен сказать, что и у ростовского оркестра Прокофьев получался недурно. Первое большое произведение, которое я сыграл с ними в ранге главного дирижера, была Пятая симфония. Самая большая и, в общем, одна из самых сложных эпохальное сочинение, действительно. Мы решили обратиться к симфонии-концерту Прокофьева для виолончели с оркестром по нескольким причинам. Во-первых, это произведение несправедливо давно не звучало в Ростове. Я не буду говорить сейчас цифры, просто скажу, что в этом составе оркестра, в котором наряду с молодежью есть люди, работающие не первый десяток лет, никто не играл это произведение. То есть мы можем сказать, что для современного поколения ростовчан это будет премьера. Во-вторых, давно хотел пригласить Александра, который выступает, ну, кроме того, что во всех столицах очень много и за рубежом, но также и во всех главных региональных городах нашей страны. Но, опять же, досадно давно, если вообще он был в Ростове. Во-первых, это тоже премьера. И так всё совпало, и я очень люблю эту исповедальную партитуру, одну из последних творчеств Прокофьева. Что касается сочинения Алексея Ретинского, то предыстория такова, что вообще я должен сказать, что сегодняшняя Россия является собой очень хороший пример в смысле невероятно динамичного развития вообще новой музыки и вывода новой музыки из каких-то резерваций на большую филармоническую сцену. И один из главных примеров этого фестиваля «Другое пространство». Большой фестиваль в Москве, который доказал, что новая музыка может собирать многотысячные залы. Это не получилось ни с первого раза, ни с первого фестиваля, но сейчас его главный руководитель и куратор Владимир Юровский, выдающийся дирижёр, и это действительно громадное событие. Так вот, в рамках этого фестиваля был проведён, ну, это называется конкурс, но я бы не назвал это конкурсом. Были собраны у молодых композиторов партитуры анонимно, никто не знал, кто именно это написал. Большое композиторское жюри выбрало, не помню точно, 15 или 20 партитур из большого количества. И дальше в дело вступила дирижёрская жюри, которая состоит из шести-семи человек, это кроме Владимира Юровского, это Александр Сладковский из Казани, Дмитрий Васильев из Омска, ещё не вспомню всех, к сожалению, и я в том числе. И каждый дирижёр мог выбрать три партитуры для исполнения в этом сезоне. И в числе моих трёх выбранных партитур счастливым образом оказалась партитура Алексея. Дело в том, что первый концерт-цикл «Другое пространство» у нас уже был в конце октября, исполнялся сочинение Артёма Лаухина под названием «Дионисия», и я был впечатлён тем, как это замечательно поддерживается. Приехала большая съёмочная группа, приехал сам композитор, была съёмка, эта запись существует уже, и довольно она в таком широком доступе. А с произведением «Де Профунди» следующая история. Это из всех партитур единственная, которая выбирает два дирижёра. И премьера мировая уже была как раз под руководством Владимира Юровского. И у нас сейчас будет второе исполнение. Таким образом, собралась эта программа, которая меня очень пленяет своей богатством, но не пестротой при этом. Потому что все три произведения очень глубокие, концептуальные, мастерски написанные, и представляют собой такое своего рода позавчера, вчера и завтра, может быть, даже вообще мировой музыки, мирового музыкального процесса. Ну и, конечно, я счастлив иметь в нашем городе, в нашем оркестре таких гостей, как Алексей и Александр, потому что действительно это звёзды современного исполнительского и композиторского искусства. И делая такие концерты и такие проекты, мы подтверждаем ещё раз репутацию Ростова как столицы культурной юга России, потому что не так уж много городов могут позволить себе и такую программу по сложности, и собрать вместе двух таких действительно больших музыкантов. «Де Профундис» Алексея Ретинского будет звучать 2 марта в Ростовской филармонии, а также произведения Бетховена и Прокофьева. Александр Рам солировать будет как раз-таки в исполнении Прокофьева. Александр, расскажите о ваших отношениях с Прокофьевым. Для вас этот композитор, выбор его. Ну, я не могу сказать, что какой-либо из композиторов для меня находится на первом месте, но Прокофьев, конечно же, один из самых главных. И конкретно это сочинение, симфония-концерт, в моей жизни присутствует уже очень давно относительно моего возраста. Изучать это сочинение я начал лет в 17, может быть, еще до консерватории. И это самое, наверное, масштабное из так называемого золотого репертуара виолончельного. Вот, например, если сравнивать с Шостаковичем, с его виолончельными концертами, то Прокофьев еще более разнообразен, на мой вкус. Шостакович все-таки примерно об одном и том же писал, особенно вот во втором виолончельном концерте, который глубоко личный, философский. Но, как сказал Ростропович, очень точно определил настроение этого концерта, кусочек музыкального солнца. Существует разночтение в англоязычном мире, он почему-то называется симфония-кончертанте. Я с этим не очень согласен. Концерт, симфония-концерт. Да, по-русски это называется симфония-концерт, и Прокофьев именно так это назвал. То есть он, конечно же, не сразу так назвал это сочинение. Симфония-концерт сформировалась в итоге из нескольких вещей, из материалов первого виолончельного концерта, из переработанного виолончельного концерта. И в итоге сформировалась действительно большую симфонию, солирующую виолончелью. Вот на мой взгляд, это действительно симфония. Я не могу сказать, что виолончелист-солист, солист-виолончелист находится на переднем плане, а оркестр и дирижер ему аккомпанируют, как во многих других концертах других композиторов. Здесь действительно присутствует симфония, и солисты, и оркестранты, и дирижер работают на общий результат. Ну и добавлю просто, что это действительно мое самое-самое любимое сочинение для виолончели с оркестром. Настолько, что даже в финале конкурса Чайковского, где можно было выбрать, как говорится, в нагрузку к сочинению Чайковского, в нашем случае это Рококо, вариации на тему Рококо, можно было выбрать, ну, например, Дворжика, который не так труден технически. Но Прокофьева я выбрал и, конечно, рискнул, но, слава богу, все получилось нормально. Кусочек, как Ростропович сказал? Кусочек музыкального солнца. Кусочек музыкального солнца. Потому что это обо всем. Вот я немножко недоговорил в сравнении с концертами Шостаковича, это все-таки обо всем. Вот эта партитура рассказывает историю во всех гранях. И в субботу, завтра мы это услышим. Многие ростовчане впервые услышат здесь, в Ростовской филармонии. Алексей, вам вопрос. Современные писатели, сценаристы часто жалуются в своих интервью на то, что дефицит, дефицит сюжетов, нет героя. Если пытаешься быть новатором, то вот есть ощущение как раз-таки вымученности, какой-то нагруженности, тяжеловесности. А людям хочется и свежести, и легкости. Вот если у литераторов проблемы с сюжетами и с героями, то есть ли проблемы у композиторов современных, и в чем они? Композиторов много проблем. У нас за плечами музыка такой интеллектуальной, духовной высоты, такого масштаба, что иной раз лучше не оглядываться. В каком-то смысле я часто думаю о том, что хорошо накапливать знания, слушать, анализировать, понимать, углубляться, а потом в какой-то момент забывать, в кавычках, как бы забывать об этом. То есть быть в каком-то смысле варваром. Потому что варвар — это тот, кто приходит и не имеет опыта и понимания той среды, в которую он попал, творит нечто. Вот такими варварами и являются в каком-то смысле все новаторы в искусстве. И я часто замечал, что уровень музыки никак не сопрягается с обилием знания. Нужно иметь внутри себя многосоставное умение отказываться от всего, что ты знаешь, и творить с этой табулы расы. Дело в том, что сегодня крайне интересное время, безусловно, кризисное, как и всегда, не имеет только негативную корреляцию. Кризис, как известно, если мы посмотрим этимологически на это слово, переводится как суд. А после суда, как мы понимаем, всегда происходит что? Решение, некоторый исход. — Вопрос, может быть, уже ответили наверняка, но тем не менее, а зачем нужна новая музыка? Зачем писать? Потому что есть Петховен, есть Прокофьев, есть действительно Моцарт, который нравится всем, и которого можно слушать бесконечно. И так же и в литературе, да, ты берешь книгу, которую растиражировали, разрекламировали, она получила массу премий, ты ее читаешь и думаешь, хорошо, а можно было бы Чехова почитать? — Знаете, вся музыка, которая чего-то стоит, она новая. Есть какой-то совершенно нездоровый перекос в послевоенном времени, который длится, к сожалению, по сей день, в понимании того, что есть прошедший опыт, классика и новая музыка. У меня был небольшой спич на фестивале «Другое пространство», и я пожелал очень всем, чтобы в дальнейшем фестивалями, такими названиями, как «Другое пространство», назвали фестивали классической либо барочной музыки. Потому что если мы не имеем осознания, кто мы есть, в каком времени мы находимся, что за язык мы используем сегодня музыкальный, а мы только оглядываемся назад, и как некоторые сущности, у которых голова повернута назад, а тело идет вперед, мы не имеем своего, так называемого, сайтгайста, не имеем духа времени. Это тоже один из кризисов. Вы понимали, в XIX веке, то есть еще совсем относительно недавно, в начале XX века, исполнители-виртуозы исполняли произведения прошедших эпох, как некоторые реверансы в сторону публики. Баха, скажем, Лист или Паганини, они исполняли вот эти произведения, как изюминку в своем концерте. Потом все быстро поменялось. То есть, конечно, это очень сильно завязано с Первой и Второй мировой войной, как раз с тем фактором, что если романтизм, скажем так, привел нас к такой гуманистической катастрофе человеческого порядка, значит, что-то было не так. И тогда появился, вернее, не появился, а укрепился авангард, как отказ от всех установок, скажем, вагнеровских, да, потому что это все привело нас к катастрофе. И это длится по сей день. Но мне кажется, настало время обретать плоть и не бояться. Люди боятся нового, потому что новое — это всегда несколько выход из так называемой зоны комфорта. Но оно не новое. Оно новое сегодня, а завтра уже все. Спасибо, Алексей. Валентин, но я вашу тоже хочу с точку зрения услышать, ваше мнение по поводу того, зачем писать музыку. Я бы не ставил вопрос, зачем писать музыку. Ведь совершенно очевидно, что настоящий поэт — это человек, который не может не писать стихи, в первую очередь. Настоящий композитор — это человек, который не может не писать музыку. Иначе, может быть, он уже не совсем настоящий. Хотя сегодня действительно количество точек зрения на то, что такое современный композитор, диапазон очень широкий. Кто-то считает, что время композиторской музыки прошло. Кто-то считает, что мы возвращаемся потихоньку в Средневековье, где композиторы действовали цехами, они были фактически анонимными. Кто-то говорит, что сегодня время не личности, а время определенных стилей. И опять же, это нас приводит к тому, что говорим про цеха. Вот есть цех минималистов, есть цех еще кого-то, есть авангард, поставангард. Фактически ведь то, что для 99% публики у нас здесь авангард, это уже давно классика. Потому что сколько можно называть авангардом или современной музыкой то, что написано 50, 70 или даже 100 лет назад. Думаю, что на самом деле у меня очень много мыслей на этот счет, но если как-то попытаться ограничиться одной из них, то любой культурный процесс большой, который мы рассматриваем в масштабах не 10 лет, не 20, не 100, а больше, вообще в масштабах нашей цивилизации, это что-то, что движется, может быть, иной раз несколько даже выше человеческой воли. Я имею в виду то, что процесс, безусловно, как бы сказать, он направляется, он идет куда-то. И не совсем, может быть, даже наше дело думать, зачем писать классическую музыку, зачем, извините, растет трава, зачем еще что-то происходит. Это все, я считаю, что это все приблизительно те же категории. Музыка будет появляться, что-то будет кристаллизовываться, какие-то стили будут уходить в небытие, а какие-то, может быть, потом опять возвращаться. Вы знаете, вот я вам скажу, мы играли симфонию Франца Шмидта. Мы, кстати, с вами говорили об этом, насколько я помню, в мой прошлый приход сюда, которая в 30-е годы, когда она была написана, я уверен, что считалась сущим графоманством. 99% людей, кстати, Сергей Прокофьев в первых рядах, сказали бы, что эта музыка не заслуживает вообще бумаги, на которой она написана. Сегодня на стыке веков... Кстати, вот добавлю интересное такое наблюдение, что вот этот промежуточный кризисный период почему-то всегда приходится на начало века. Вот этот переход и начало... Я бы отследил, начиная с 17-го примерно века. Интересно. Значит, мы сейчас живем прямо в самом центре этого. Так вот, музыка Франца Шмидта и прочих композиторов, которых... Можно добавить. Я желаю, чтобы у нас наступил Серебряный век, пускай. Да, многие считают, что так и будет. Вообще, понимаете, понятие Серебряный золотой век же всё равно будет присуждено постфактум. Так вот, я хочу сказать, что сегодня из небытия появилась музыка вот этих композиторов, которых называют Клайн и Майстер, маленькие мастера. Вот эти австро-венгерские, такие ностальгические композиторы, которые для того времени писали чудовестно устаревшим языком. Шмидт, Донани, Корнгольд и так далее. Может быть, Шрекер в какой-то степени. Но сегодня эта музыка актуальна, и это не потому, что кто-то так захотел. Это потому, что процесс культурный, любой процесс, так же, как процесс приливов и отливов, это что-то, что делается нашими руками, но, может быть, силы, направляющие его, они как бы над нами. Соответственно, свою задачу как исполнителя я вижу очень простой. Играть так много современной музыки. Я, кстати, тоже ненавижу это разделение на современную и несовременную. Действительно, это, увы, данность, которой приходится считаться, но которая, я считаю, глубоко несправедливой. Так вот, я играю столько современной музыки, сколько могу, находясь в нашей филармонической системе, хотел бы играть больше. Да, конечно, действительно, как Алексей сказал, как говорил Брамс, мы за собой чувствуем шаги гигантов. То есть, за последние века написано такое количество феноменальной музыки, что хочется ее тоже сыграть. И иногда просто не хватает жизни для того, чтобы исполнить все, что ты хочешь. Но думаю, что играть новую музыку – это, безусловно, наша первостепенная задача. А дальше вот эти самые неуловимые, непознанные нами процессы сами пойдут в том направлении, в котором нужно. Та или иная музыка будет на пике, будет в небытие, потом опять может быть на пике. Как это было со многими большими композиторами. Баха не играли несколько десятков лет. Вивальди вообще кто такой узнали в начале 20 века. Я больше скажу, Шуберт считался невероятно скучным композитором. Мир-то меняется. Мы вообще не знаем, какими будут наши дети и что они захотят. Может быть, поколение следующее так подстроится под новую музыку, что она будет по-настоящему еще более актуальной, чем сегодня. Поэтому надо играть как можно больше. А слушателям, которым я себя причисляю, безусловно, нужно понимать, что большое искусство – это почти всегда выход за пределы зоны комфорта. Мы очень рады, что сегодня, например, в Ростове залы чем дальше, тем больше наполняются людьми, которые понимают, что они не пришли в поисках приятного отдыха и примитивно за хорошим настроением. Это не совсем так. Это не совсем к нам. Мы даем хорошее настроение, но это несколько более сложное хорошее настроение, чем человек получит где-то в другом месте. Поэтому каждый делает свое дело. Но без нас более легким жанром будет очень плохо. Все появилось из нас в итоге. Теодор Курензис, он же вас явил музыкальному миру? Ну, я бы так сказал, русской музыкальной общественности. Русской музыкальной общественности. Когда он исполнял ваше произведение «Марианские антифоны», я знаю, что вы очень сильно переживали, потому что это было как раз то. Это было то понимание музыки, вот как вы ее чувствуете, так и чувствует он. Юровский, такое же ли у вас было ощущение, когда вы слышали в его исполнении вашу музыку? Это было прекрасно, но это было прекрасно совсем по-другому. Это предельно разные художники. И это так чудесно, что существует в поле все. То есть, конечно, Теодор — это художник Дионисийского склада, а Владимир Аполлонического скорее. Не знаю, нужно ли это расшифровать, но сложно разграничивать, потому что черты и того, и того есть и в том, и в том, если сравнивать. Ну, я бы не хотел сравнивать, просто это совсем по-другому. Владимир очень вдохновляет, мне кажется, структурное начало музыки. Он видит этот кристалл действительно, и он скорее через рациональное приходит к глубинной, эмоциональной и сакральной составляющей музыки. Теодор заходит сразу с подсознательно-интуитивной, чувственной сферы и потом уже подходит к более рациональной. Я думаю, вот эти разные входы, но к одной точке. Валентин, а как вы будете подходить к музыке Алексея Ритинского? Ну, не думаю, что Теодор или Владимир Михайлович Юровский способны были бы себя проанализировать на таком уровне, как сейчас Алексей это сделал. Поэтому и я, пожалуй, не буду. Мне про них сложно говорить, потому что с каждым из них я немало работал. И это, безусловно, крупнейшие личности, не только дирижеры. Вообще дирижер, настоящий большой дирижер, это, конечно, не только дирижер, не только капельмейстер, не только, так сказать, регулировщик далеко. Это настоящие визионеры и настоящие гуру, не только музыкальные, но и вообще в принципе. Так что, как я буду истолковывать, как я? Я не знаю, какой я. Но мне вспомнилось, не очень скромно делать отсылки на свои собственные интервью, но мне недавно вышло интервью, которому, я считаю, изумительный. Придумали заголовок, выдранную из контекста мою же фразу. Магнетизм пусть оценивают другие. Пусть оценивают другие. Я восхищаюсь музыкальным произведением, а не анализирую себя в этом музыкальном произведении. Но хочу сказать, что я получаю действительно истинное удовольствие от работы с этим материалом. И не быстро, но процесс выигрывания музыкантами тоже идет. Дело в том, что у этого произведения есть одна большая сложность. Там немного нот, оно как бы несложное для исполнения, но требует максимальной ментальной погруженности от каждого артиста оркестра. То есть, это, по сути, я бы сказал так, что это действительно, может быть, это, по-моему, это даже Алексей сказал мне в телефонном разговоре. Сначала я как-то поставил себе знак вопроса, но теперь я понял. Это произведение не для оркестра, а для 80 персоналей, каждый из которых невидимым проводом связан с дирижером напрямую. Вот так. И сегодня была вторая репетиция, будет третья, потом будет генеральная. И думаю, что этот процесс углубления, он состоится. И надеюсь, и уверен, что исполнение пройдет по-настоящему хорошо. А вот что касается «Симфонии концерта», то Саша прилетел только сегодня, и мы пока репетировали с оркестром, только без него. Для меня это тоже очень волнующий момент, потому что... Дело в том, что все три произведения в программе я дирижирую впервые. Довольно давно такого уже у меня не было. «Симфонию концерта»... Вот, кстати, интересно, я не знал, что Ростропович говорил, что это кусочек музыкального солнца, потому что ничего более обратного моему представлению об этой музыке нет вообще. Это вопрос о том, как разняться. По-моему, это какие-то сумрачные темные аллеи, какие-то темные коридоры, по которым Прокофь идёт. Но ведь на солнце пятна есть. Ну да, наверное. Но я в этой музыке слышу... А ведь это очень хорошо, что все слышат что-то разное. Но должен сказать, что я слышал исполнение Саши в финале конкурса Чайковского, просто чтобы наши слушатели, которые не завсегдатые концерты в залах, чтобы понимали, Международный конкурс Чайковского – один из крупнейших музыкальных турниров в мире. Действительно. С огромной историей. И я слышал Сашина исполнение на финале этого конкурса. И очень сложно представить даже мне, в общем-то, исполнителю, которая играет на инструменте и по-прежнему. Вот этот уровень нервного напряжения, который присутствует в финале конкурса, когда идёт трансляция на все страны мира, и когда все взоры прикованы к тому, что происходит, и когда исполнитель сидит на сцене не то что голый, ну, в смысле, не фактически, а, так сказать, если говоря, метафизически, не то что голый, а просто всё видно, каждая его клеточка. И меня восхищает уровень самообладания и погружённости в материал, который был у Саши, и невероятно убедительное и мужественное исполнение. 2 марта в Ростовской филармонии будет концерт в рамках программы «Бетховен плюс». Исполнит произведение Бетховена, Прокофьева и композитора современного Алексея Ретинского. Мы говорим сегодня об этой программе, и в нашей студии Валентину Рюпину, художественный руководитель оркестра Алексея Ретинского, композитор и виолончелист, лауреат конкурса имени Чайковского Александр Рам. Мы сейчас прервёмся на рекламу, потом вернёмся. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Мы говорим о концерте, который пройдёт 2 марта в Ростовской филармонии. Этот концерт проходит в рамках международного фестиваля «Другое пространство». Помимо музыки Бетховена, помимо музыки Прокофьева, будет исполнено сочинение молодого современного композитора Алексея Ретинского, который стал финалистом конкурса композиторов «Другое пространство». Сегодня Алексей Ретинский в нашей студии. У нас также Валентин Рюпин, художественный руководитель и главный дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра, и виолончелист, лауреат конкурса имени Чайковского Александр Рам. Мастера прошлого, их музыка, если это композиторы, их произведения, их картины, если это художники, они всегда содержали в себе какие-то загадки, какие-то шифры, какие-то коды, которые аудитория разгадывала. И она получала удовольствие не только от гармонии, от прекрасных звуков, но ещё от того, что она понимала этот язык. Существует ли такой язык в музыке, который появляется сейчас? Можете ли вы его помочь разгадать людям? Потому что сейчас действительно происходит что-то необычное, невероятное. Люди хотят искусства, людям надоели, новости, ток-шоу, они наелись с телевизионных программ, они хлынули и в концертные залы, и в музеи. У нас на прошлой неделе открылась выставка репродукции Фриды Калу, но стояла очередь, репродукция, но, тем не менее, очередь стояла на улице. Может быть, это, конечно, мода, но что плохого в этой моде, что плохого в этом порыве? Ну и сейчас, наверное, есть какая-то потребность поддержать этих людей, поддержать массы, потому что вы эстеты, вы музыканты, вы понимаете и знаете очень многое. Для нас это закрытая книга, а нам хочется... Это вот как в спорте, например, да, человек, он хочет привести себя в порядок, но у него такой большой живот, какая тут йога, какая тут собака мордой вниз, он просто боится, у него ещё впереди очень много работы над собой. Как эту работу проделать, как справиться? Я только одно хочу сказать. Музыка, благодаря тому, что она, что это искусство достаточно абстрактное, её можно получать удовольствие от прослушивания музыки, можно и без специальных знаний. Вот, в отличие от как раз-таки постижения картин или фильмов, где смыслы, коды культурные и символы нужно уметь читать. Ну вот, Валентин, помните, вы говорили о том, что перед тем, как слушать Губайдулину, вы говорили с людьми, вы буквально разложили по полочкам это произведение, чтобы вам было понятнее. Да, во-первых, да, я согласен с Сашей, что музыка воспринимается на чувственном уровне, но, конечно, это не отменяет того, что за этим слоем есть другой, третий и так далее. И, конечно, да, между прочим, это... Вот вы очень правильно сказали про символы, потому что людям, которые говорят, я не понимаю современное искусство, и которые говорят это агрессивно, и как бы, так сказать, с подтекстом, что его и не надо понимать, я могу спросить, а вы какую-нибудь картину Босха понимаете, хорошо, например? Вряд ли. А вы какой-нибудь потерянный и возвращённый рай Мильтона, вот, допустим, вот и всё, понимаете, не надо, не стоит, во-первых, это тонкий момент, не стоит зацикливаться на понимании слишком, но, кстати, по поводу спорта, вот я как человек, который занимается спортом, ну, как занимается спортом, просто ходит в фитнес, я могу сказать, что мне до олимпийских достижений очень далеко, и, возможно, просто невозможно, а просто предельно далеко, но сам процесс углубления в своё тело и чувствование своих мышц доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. процесс. И думаю, что наша миссия музыкантов сегодня это выйти немножко из башни слоновой кости, собственно, молодое поколение музыкантов понимает это очень хорошо, немножко пойти, сделать шаг навстречу тем нашим собратьям, которые приходят в концертный зал, и в идеале рассказать им, дать им не только результат, но немножко приоткрыть процесс того, как всё это происходит. У нас есть такие проекты, у нас есть, например, «Абонемент главный рассказывает», в котором сейчас в геометрической прогрессии просто растёт аудитория, просто потому что мы немножко там рассказываем, как устроено технологически. Человек современный хочет разбираться. Сегодня век технического прогресса. Но мне кажется, Алексей, вот есть много ещё сказать по поводу структуры и необходимости углубления в структуру для человека, который приходит в концертный зал. Я имею в виду структуру того или иного произведения. И, может быть, на примере как раз-таки произведения, которые прозвучат в субботу. Ну, кстати, вот «Де Профундис» производит очень большое чувственное впечатление. В первую очередь, например, вот на меня оно произвело. Мне не хотелось углубляться в детали, когда я впервые слушал. Это такое очень-очень глубинное... Я хочу сказать свои впечатления. Это действительно какое-то глубинное впечатление, которое человека буквально вдавливает в кресло в какой-то момент, который это слушает. И думаю, что, не знаю, поправит меня Алексей или нет, но вот как слушатель, не как исполнитель, я хочу сказать, что момент чувственного восприятия музыки он тоже очень-очень велик. И зависит и от композитора, и в огромной степени от исполнителя тоже. Там есть такая фраза, которая повторяется на протяжении всего произведения. Вот, может быть, тоже ее как-нибудь объясните. Ну, мне достаточно сложно сказать, почему в созданной мной музыке что-то так, а не по-другому. Но в определенный момент я нашел простейшую интонацию из четырех нот. В композиции краеугольным фактом является нахождение той точки, того семени, от которого все произрастет, в которой в проекции мы видим потом все, разрастающееся дерево со всеми ветвями, и оно ветвится, да? Но важно эту точку найти. И часто ты очень долго к этой точке идешь. Я нашел эти четыре ноты и стал их слушать. Эти ноты, си, ля, додиас, фадиас, которые повторяются и повторяются, там есть очень интересный ритмический такой аспект. Для меня это как бы была даже такая личная для себя доказательство, теория относительности времени. Когда один и тот же мотив ритмически, что называется на профессиональном языке, мензуральным каноном, то есть все струны играют совершенно в разных как бы ипостасях, эти четыре ноты, ритмических ипостасях, и постепенно тот, кто был активен, замедляется, а тот, кто был разряжен ритмически, он сгущается и ускоряется. Получается, что время спирально вот так вот закольцовывается, можно сказать. Вот, что я могу сказать. Мне сложно проанализировать, почему что-то так, потому что, ежели я смог бы это выразить, судя по всему, бы не брался просто писать. Но давайте я отвечу на предыдущий ваш вопрос, потому что он действительно важен, и я вижу действительно горячий интерес у неофитов, так сказать, по поводу, как побыстрее и наилучшим образом прийти к пониманию, потому что искусство не понимается. Не предполагается, чтобы искусство понималось. Как сказал Ахинман, когда ты слышишь на улице звук врезавшихся друг в друга машин, ты не задаёшься вопросом, как это. Ты просто сталкиваешься перед фактом. Вот это и есть искусство. Но я даю всегда очень простой совет. Нужно просто начать слушать. Люди просто не очень знают предмет, который так спешат судить. Поэтому нужно просто начать слушать, в принципе, пополнять свой меломанский плейлист какими-то иногда, как бы так сказать, странными фактами. У меня же путь тоже в мою композиторскую деятельность был, например, через джаз. Когда я сам импровизировал, играл, в определенный момент, подойдя к Майлсу Дэвису, Култрейну, мне уже стало нравиться в этом то, что уже не есть джаз. То есть там те эксперименты Майлса, например, когда он уже переходит в какую-нибудь, может быть, электроакустику или уже какой-нибудь авангардный джаз, где уже ломается структура какого-то пульса, свинга и так далее, когда он переходит, заходит на другое поле. И через него я уже потом пришел, может быть, и к Стравинскому и так далее. Сегодня интереснейший феномен, что многие молодые люди приходят к осознанию этой самой, не люблю этого слова, академической музыки через, скажем так, вот человек слушает техно или IDM, и он доходит до достаточно серьезных ребят, которые экспериментируют, там, какой-нибудь, там, уже пионер электронной музыки, как Афикс Твин, который разламывает эту же структуру, он ее расширяет, да, переходя в электроакустику, там, где-то уже в каких-то своих вещах. И они задаются, что же он делает? Мы под него вчера еще танцевали, а сегодня он уже что-то... То есть эти мастера, которые вытягивают еще вчерашних мальчиков и девочек в зону неведения, да, какое-то странное пространство. И потом постепенно эти мальчики и девочки слушают какой-то эмбиент, какую-то электроакустику, какие-то эксперименты, потом начинают слушать что каузено, потом через что каузено, дальше и дальше. То есть для людей не музыкальной сферы вот этот путь, мне кажется, очень естественным и самым плодотворным. Я бы советовал через него идти. То есть живите в том аудиальном пространстве, в котором живите, но расширяйте его потихоньку. И рано или поздно вы придете к очень, возможно, сложным вещам, сложным, семантически, многослойным. Было бы таким идти. Ну, слава богу, у мастеров вот это. Проблемы нет, да. Знаете, еще такой вопрос про произведение, про Де Профундис. Есть, я думаю, что многие сталкивались с такой ситуацией, когда ты спишь, ты видишь сон, и во сне ты думаешь, что что-то ты сейчас гениальный увидел или услышал, и уже тогда подмечаешь, я проснусь, и я должен сразу это записать, потому что это какая-то гениальная максима или какая-то очень правильная история, а ты просыпаешься и понимаешь, что это дурота какая-то. Но в то же время есть примеры произведений или изобретений, которые как раз-таки во сне и появились. Де Профундис, насколько я поняла, появилась во сне. Как это было? Это было так же, как с Полом Маккартни и его «Естедэй» или что это было такое? Ну, понимаете, во сне не может явиться полностью произведение, и вот ты вот сядешь его и перенесешь просто на лист нотной бумаги. Такого быть не может, но бывают такие подарки, действительно, что ты пробуждаешься действительно с каким-то звучанием. Тебе иногда его сложно расшифровать, потому что оно может быть опять-таки насыщенным, фактурным. Но, понимаете, представьте себе какая-то мутная вода, ил, и ты замечаешь какую-то мраморную плиту с надписями, и ты сперва её вытаскиваешь и ещё не различаешь этих надписей. И вот в этом мутном мареве ты что-то уже предполагаешь, что это доска, вернее, плита с надписями, но ещё не можешь прочесть текст. Если что-то и снится, то вот это вот мутное, вот это вот недошифрованное, но ты его можешь дошифровать. Чаще всего, к сожалению, со знаком минус, потому что всё, что ты можешь, это испортить. Потому что бывает во сне такое, что недосягаемое, что... И чаще всего тут такая идёт обманная структура. Ты слышишь какую-то музыку, часто ты сидишь в каком-то концертном пространстве, и там даже объявляют какой-то композитор, а ты понимаешь, что это музыка, которую ты никогда не слышал раньше, уже когда пробудился, да? Вот. Да, действительно, вот это вот изначальное звучание этих четырёх нот, это был как раз тот редкий, нечасто у меня случай, когда подарок... То есть это прошло как-то вот. Это как раз и есть та надпись на плите, которую вам удалось рассмотреть. Подозреваю, подозреваю, да. Валентин, а просто для справки, да, какие-нибудь примеры произведений известных композиторов, которые тоже пришли во сне? Не знаю. Но вообще, так в целом, я вот... Я как человек, который уже несколько месяцев старается записывать свои сны, у меня есть такой интересный опыт, очень внутренний духовный опыт, надо сказать. Мало кто записывает свои сны, потому что ведь, по сути, сон это... Вот для меня сон – это действительно идеальный мир, в котором властвуют чистые и сильные эмоции, и в котором всегда послевкусие и эмоция, к которой наполнен сон, крупнее фактических событий, которые в нём происходят, и иногда даже контрастируют. То есть иногда по сюжету ты видишь кошмар, а послевкусие томительно прекрасно от него. И я думаю, что сон в широком смысле – это вообще источник вдохновения для многих. Есть сны, которые всю жизнь потом помнишь, и черпаешь из них не то, что ты увидел, а именно вот это ощущение. Я почти уверен, что многие произведения искусства не инспирированы конкретным сном, но при этом многие целые области, целые направления, я бы назвал символизм, в первую очередь, как, может быть, самое крупное из них, не могли бы существовать, если бы не было вот этого невероятного мира, такого мира наоборот, в который мы попадаем. Но не знаю, а конкретно сложно сказать. Я думаю, что это слишком личный духовный опыт, чтобы композиторы всегда этим делились. Так же, как и писатели, учёные и так далее. Я иногда видел во сне людей, которых я встретил потом в жизни, и видел их так, что после этого я, например, однажды я видел во сне человека, которого потом с лёгкостью узнал в зрительном зале, когда я стоял на сцене. Это невероятно, это никак нельзя объяснить. Но это, тем не менее, бывает. Это большая тема довольно. Александр, у вас какая история со снами? Записываете ли вы их? Нет, я не записываю, но идея мне понравилась, пожалуй. Я попробую. Ничего интересного по поводу своих снов рассказать не могу. Единственное насчёт, например, учёных. Я не знаю, как это у композиторов, но вот эта знаменитая история про Менделеева и его таблицу, в этой истории всегда забывают одну важную деталь. Она ему не с бухты барахта приснилась, она ему не просто так приснилась. Он на протяжении долгого времени пытался её сконструировать, составить. И думал об этом постоянно. И вот решение пришло, когда освободилось подсознание во время сна. То есть, по сути, он сам действительно придумал. А может быть, открылся, я не знаю, канал со Всевышним, и решение просто помогли, скажем так, доставили в его голову. Но в любом случае он над этим очень много работал. Так же, как и Пётр Ильич Яковский, насколько я знаю, всегда говорил, что муза ленивых не любит, поэтому садился писать каждый день. И, судя по его письмам, не всё, что он написал, ему самому нравилось. Вот со своей колокольни, с виолончельной, я точно знаю, что он очень был недоволен своим пэтсо-капричозу для виолончели с оркестром. Ну, к чему я? К тому, что действительно много-много думать об одной вещи, размышлять, пытаться как-то в голове скомпоновать, сложить. Рано или поздно есть такая вероятность, что во сне решение может и прийти. Александр, можно я ещё вам вопрос задам по поводу вашего инструмента? Да. А ведь это не кларонет, это не гобой, это огроменный инструмент, который нужно на себе таскать, которому, возможно, даже нужно отдельный билет покупать. Почему? Невозможно, а точно. Точно, да? Да. Ну, насчёт огроменного, как сказал один из великих джедаев, всегда найдётся рыба крупнее. Так вот, в нашем случае это, ну, как минимум, контрабас. Но его же не таскают за собой? Почему же нет? Везут на гастроли, берут? Пожалуйста, да. Я думала, нет. Ну, насчёт перевозки прямо в салоне самолёта я не уверен, но он, в принципе, контрабас, в принципе, крепче, чем виолончель. Толщина дек минимум в 3-4 раза превышает таковую виолончели. Да, действительно, ну, я привык вот уже 23 своих 30 лет. Я играю на этом инструменте, и привык его таскать, он уже как-то прирос к спине, я вам больше скажу. Существует такая вещь, как профессиональные кошмары ночные. У многих, у многих музыкантов это вот выход на сцену, и объявляют концерт, который ты никогда не играл. У меня это редко бывает. У меня самый распространённый, самый частый, вернее, ночной кошмар, это вот я куда-то еду, виолончель у меня за спиной, всё нормально, вот лямки я чувствую. Потом что-то, что-то, что-то происходит, и как-то внезапно оказывается, что виолончель где-то вот пропала. Оставил я её где-то. Может быть, в поезде метро, может быть, ещё где-то. И начинается паника. Я не понимаю, где её оставил, что с ней сейчас будет, её найдут, не найдут, я её найду, не найду. Ну, естественно, я просыпаюсь в холодном поту. Да, и, как говорится, с чувством, слава богу, что это сон. Как-то вот тема сна у нас повторяется на протяжении всего интервью. Профессиональные кошмары есть ли у вас? Да, да, очень часто. Какой тема? Ну, на самом деле, про потерю, то, что Саша рассказывал, у меня это было наяву, поэтому мне теперь же ничего не страшно. У меня была забавная ситуация, когда я ещё активно играл на кларнете, тоже ездил на всякие большие конкурсы. Я приехал в Женеву, мне был 21 год. Я ехал с полнейшей уверенностью, конечно, что я сыграю один тур, там пять туров было. Один тур и послушаю выдающихся кларантистов в других турах и поеду домой. Так вот я приехал, значит, из аэропорта Женева на вокзал. Тогда ещё у меня то ли не было мобильного, то ли там роуминга, не знаю, не было. В общем, я зашёл в таксофон позвонить. Москву, маме, что всё хорошо. И пошёл куда-то есть, ну как куда, в Макдональдс, конечно, сколько, что тогда денег не было. 21 год, хотя я, может быть, и сейчас бы пошёл. Сейчас есть возможность уже пойти в другое место. Ну, в общем, и где-то на середине трапезы я вдруг очень хорошо помню спокойную мысль, где кларнета нет, где кларнета. И через секунду я уже бежал посередине улицы, так сказать, полную уверенностью, что кларнета остался в поезде, который в Цюрих поехал после этого. И у меня была мысль, боже мой, съездил, называется, на Хонкурс. В общем, в итоге я высокого роста, оказалось, что я его оставил на этом телефоне наверху. И, вы знаете, интересно, что у меня после этого появилась какая-то странная, очень глубинная мысль, что, может быть, поездка, несмотря на то, что там было 150 участников, может быть, всё будет не так уж и безуспешно. И оказалось, что я прошёл финал, в тройку стал лауреатом. И это не Эдисона история, я, наверное, рассеянный человек. А профессиональные, да, бывают, да то же самое, вышел, невыученный, не знаешь партитуру. Поскольку я много участвовал в конкурсах, слава богу, что эта страница позади, тоже какие-то непонятные сны на эту тему. Полно всего. Тема – публичный позор просто. Да, кстати, это именно так. Не знаю, у композиторов бывает ли что-то подобное или нет. Потому что наша профессия всё-таки более, знаете, более прикладная, более связана с каким-то таким вот куда-то пойти, нужно что-то сделать, выйти и вот в эти полчаса что-то там или в два часа что-то выдать. И здесь и сейчас. Да, не знаю, как было. Ну, я не знаю, как, может быть, у моих коллег есть повторяющиеся сны. У меня, пожалуй, их нет. Каждый сон – это какая-то другая история. Недавно был достаточно яркий в этом смысле сон, если говорить о таких кошмарах, что ли. Ничего не происходило, просто пространство, в котором я живу, люди вокруг, но с каким-то таким низким потолком и небом, в котором не было вот этого, не было вероятности, возможности что-то привнести в него, поэзию, музыку. То есть было точное ощущение, что вот эта вот материя и плоть, которую мы обладаем, это и есть конечная инстанция. Больше за этим ничего нет. Это был, конечно, один из самых сильнейших кошмаров в моей жизни. Я подумал, как же это вот худшее, что может с нами случиться, это окончательно пасть под прессом материально-плотского запроса. Спасибо вам за это интервью. Спасибо. 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 Спасибо.